Это уже 19-я фора с грузом для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР. В этот раз 20 тонн гуманитарной помощи собирали предприниматели Барнаула. Все наши сотрудники нашей компании поддерживают специальную военную операцию и поддерживают жителей Донбасса и Луганской Народной Республики. Людям сейчас сложно, людям нелегко, но мы вот своей поддержкой, я думаю, заставим верить в лучшее, заставим верить в победу, а победа будет за нами, я думаю, в этом даже никто не сомневается, ни в нашей компании, я думаю, ни в нашей России. Я свой вклад вношу с первых дней в начало специальной военной операции. Для меня понятие любви Родины – это понятие любви к своей мамочке. Я очень ее люблю, соответственно, я готов ради победы нашей страны сделать многое и буду стараться. Груз от алтайских производителей собирают в зависимости от заявок. В основном это продукты – гречка, рис, горох. Для удобства крупы расфасованы в пачке по 800 грамм. Я хочу пожелать, чтобы ваши предприятия активно развивались, поскольку вы позволяете нашим барнаульцам работать в комфортных условиях и жить благодаря труду вот таких неравнодушных людей. Любой руководитель, который отгружает, что-то закупает, предпринимает, в этом участвует и весь его коллектив, и все барнаульцы. Поэтому еще раз им слова благодарности, всем огромное-огромное спасибо за эти гуманитарные конвои. Мы и будем их дальше продолжать. Фура уже доехала до Новосибирска, оттуда груз должны доставить самолетом на Донбасс. Всего с апреля 2022 года администрация города совместно со строительными организациями и предпринимателями направили для военнослужащих и населения Луганской и Донецкой Народных Республик 170 тонн гуманитарной помощи. Данил Кузнецов, День с толком.